Всем привет! С вами я, Стас Шуринс, и программа Music Box News Daily. Сегодня пятница, и есть отличный повод поздравить Украину с Днём Вооружённых Сил. Для вас специальная вечеринка от Music Box в столичном Индиго. А мы возвращаемся к новостям. Певица Лана Дел Рей достаточно долго интриговала поклонников тизерами к своему документальному фильму «Тропико». И вот чудо свершилось. Певица не только презентовала короткометражку, но и сообщила, что готовит к выходу новый альбом, который получит название «Ультра Вайленс» и выйдет в 2014 году. Вчера на официальном канале Ланы Вэво состоялась премьера нового мини-фильма «Тропико». Съёмки картины прошли несколько месяцев назад, после чего певица долгое время не сообщала дату выхода картины. В видео звучат три песни – «Бел Эйр», «Боди Электрик» и «Годс энд Монстерс», которые вошли в релиз «Born to Die» – «The Paradise Edition». Главную мужскую роль исполнил манекенщик-альбинос Шон Рос. Сама Дел Рей в «Тропико» играет роль Евы, а сюжетная линия пересекается с библейской историей. В экранизации также задействованы двойники Мерлин Монро, Элвиса Пресли и Иисуса. Режиссёром выступил Энтони Мандлер, снявший для Ланы клип «Нэшнл Энтем». Не каждая группа может прорекламировать свой будущий клип в федеральных новостях, но французы Daft Punk удостоились именно такой чести. В одном из выпусков показали тизер ролика «Инстант Краш». Песня «Инстант Краш» должна стать третьим синглом в поддержку последнего альбома «Random Access Memories». Несмотря на то, что лейбл и сам дуэт эту информацию не подтвердили, на eBay началась предварительная продажа трека в виде отдельного релиза, сообщает портал апельсин.ру. Приглашённым вокалистом на «Инстант Краш» выступил фронтмен культовой американской инди-рок-группы The Struckers Julian Casablancaz. Ранее упомянутая пластинка «Random Access Memories» стала настоящим бестселлером 2013 года. Диск считается одним из самых коммерчески успешных альбомов последних 12 месяцев. От французов к украинцам. Они собирают стадионы и бьют рекорды по просмотрам на YouTube и музыкальных каналах. Их называют самой весёлой группой Украины и не зря. Монологи и шутки лидера группы Didio Михаила Фомы уже давно стали крылатыми, а шуточные видео пользуются популярностью даже за границей. Всё это бесспорно делает их концерт 7 декабря в клубе «Саксон» чрезвычайно ожидаемым среди многочисленных поклонников. Но даже если вы не знакомы с творчеством группы, мы более чем уверены, что их выступление понравится и вам. А 10 фактов о Дидио, которые мы подготовили для вас, сформируют чёткое представление о том, что это за пацаны в синих комбинезонах. Первый. Группа была создана в 2009 году двумя. Михаилом Фомой, Дидио, и Олегом Турком, Лесик. При поддержке их земляка Андрея Кузьменко, Скрябин. Второй. Первая слава пришла к Дидио благодаря монологам со свиньёй Мэйсоном, которая сейчас является одним из участников группы. Третий. Дидио – звезда интернета. Фан-клуб группы в социальной сети ВКонтакте является крупнейшим в Украине и уже превышает 145 тысяч сторонников. Четвёртый. По результатам рейтинга журнала Forbes, группа Дидио вошла в топ-3 интернет-прорывов Украины в 2012 году. Пятый. После выхода песни Ялта в интернете появилась пародия под названием «Слатина», а также пародия от солиста группы «Красная плесень» Сергея Левченко под названием «Квасим», в которых также использовался Суржик. Шестой. Всего лишь за год количество просмотров роликов группы только на официальном канале Дидио в YouTube превысило 10 миллионов. Седьмой. Талисманом группы ребята считают девушку Надежду, которая снялась в каждом их клипе. Ей была посвящена песня «Надежда». Восьмой. Дидио ездит с концертами по всей Украине на Кадиллаке, который, как пошутил Дидио в своём интервью, достался ребятам в качестве гонорара за выступления в одном живописном колхозе. Девятый. Песня «Хопа-хопа» была перепета польскими группами «Кливер» и «Лидер Данс». И, наконец, десятый. Группа «Дидио» номинирована на лучшую группу Украины 2013 года. Убедились? Тогда ждём вас на концерте. Телевизионный партнёр – телеканал «Мьюзикбокс». Такими были музыкальные новости сегодня, 6 декабря. А до конца года осталось всего 25 дней. Это значит, что можно смело готовиться к праздникам. С вами был я, Стас Шуринс, и программа «Мьюзикбокс Ньюз Дейли». Желаю хороших выходных. Пока!